Эта система, похожая на огромную кружку, нужна для метания тросов. Для нее даже специальный термин придумали — «линимет». Модель с экрана закидывает трос диаметром 4 мм на 300 метров. Понять, насколько точным получился выстрел, помогает дымовой след от ракеты. Система настолько проста, что с ней легко справиться один человек, и настолько надежна, что соответствует нормам Международной конвенции по охране человеческой жизни на море. Где-то в лесу или горах пропали любители активного отдыха. На поиски выдвигается команда спасателей, оснащенная системой RECOSAR. Она ставится на вертолет, поэтому осмотр квадратного километра территории занимает всего шесть минут. Система реагирует на специальные рефлекторы, вшитые в одежду и экипировку. Их прямо с завода ставят более двухсот производителей, в том числе The North Face и Хэли Хансон. Не менее круто выглядит и система Finder. С помощью радара она улавливает сердцебиение людей, оказавшихся под завалами. В разработке Finder участвовали даже представители лаборатории реактивного движения NASA. Так что система найдет человека даже под шестью метрами бетона. А два прототипа Finder очень помогли спасателям после землетрясения в Непале. Каждый день более трехсот миллионов учеников по всему миру оказываются в зоне риска. Дело в том, что их школы не выдержат землетрясения. Так почему бы не поставить в классы хотя бы парты помощнее, например, вот такие. Они выглядят совершенно обычно, но выдерживают удар железобетонного блока весом в тонну. По весу парты не особо отличаются от обычных, их все так же могут переставить два школьника, а ножки продуманы так, чтобы под партой легко было мыть пол. Марк 3 — это не только одна из моделей костюма железного человека, но и вот такой насос. Он разработан для пожарных и отлично подходит для работы в лесах. Хотя бы потому, что получил двигатель мощностью 10,7 л.с., созданный именно для тушения природных пожаров. В стандартном исполнении насос обеспечивает давление около 26 бар и перекачивает 379 литров в минуту. По сравнению с прошлой версией, Марк 3 стал на 20% компактнее и на 30% легче. Вес теперь составляет 20 кг. В случае пожара, утечки газа и прочих подобных ситуаций аварийные выходы часто оказываются переполнены. Чтобы избежать паники, хаоса и потери драгоценного времени, умные люди придумали горкие «Slide to Safety». Они активируются всего за 6 секунд и позволяют эвакуировать примерно 30 человек в минуту. Правда, высота применения горок ограничена четвертым этажом, зато установить «Slide to Safety» можно под любым свободным окном. SafeBack SBX — первая в мире активная система подачи воздуха, помогающая выжить под толщей снега. Заявлено, что благодаря ей реально продержаться как минимум 90 минут. Причем разработчики подумали не только о доставке кислорода, но и об удалении избытка СО2, а также о батареях. Они адаптированы к температурам до минус 30 градусов Цельсия. Система компактна, весит около 520 грамм и легко помещается в рюкзак на 40 литров, который продается за 700 долларов. Систем спасения из зданий придумано многое, однако далеко не все из них подходят, например, для лежачих больных. Решить эту проблему взяли создатели Escape Rescue. Данная система вмещает людей на каталках или инвалидных креслах, надежно защищает их от дыма и огня, а также функционирует даже если в здании отключили электричество. Это единственная система с таким набором преимуществ, уверены разработчики. К тому же подготовка Escape Rescue к работе занимает около 4 минут. А использовать систему можно не только для эвакуации, но и для доставки на верхние этажи спасателей и пожарных. Кстати, именно Escape Rescue стоит в одном из крупнейших больничных комплексов Израиля. В 2005 году после обильных осадков в швейцарский ручей Трактбах попало огромное количество горной породы и грязи. В результате оказались повреждены несколько зданий и дорог, в том числе железная. Чтобы такого больше не случилось, специалисты смонтировали комбинированную систему защиты. Ее частью и стали сетчатые барьеры компании «Геобрук». Всего трех штук достаточно, чтобы удержать до 12 тысяч кубометров породы, а общая длина защитной линии составляет 52 метра, и это лишь один из проектов «Геобрук». В том же русле работает и компания Макафери. Например, именно она построила эти защитные системы на Филиппинах. На многих местных дорогах высок риск оползней. Яркий пример — дорога к городу «Токлобан». Он крайне важен с точки зрения логистики, поэтому и транспортный поток довольно солидный. В Макафери выбрали динамическую защитную систему, способную не только справиться с валунами, но и в перспективе улучшить плотность почвы по мере прорастания сквозь сетки различной растительности. Следующая разработка маскируется под лодку ПВХ. На самом деле это универсальный спасательный плот, подходящий в том числе для работы на льду. Он называется Rescue Tip Board и позволяет ускорить спасательную операцию в 6 раз. В частности, плот надувается за 30 секунд, легко проходит через заросли камыша и по болотам, а весит всего 22 килограмма, так что в сложенном виде легко переносится одним человеком в специальном рюкзаке. Instant Relief в шутку назвали антититаником. Эта система за две минуты разворачивается в нечто похожее на вафлю, площадью 30 квадратных метров и удерживает на плаву десятки человек. Да уж, недаром авторы Instant Relief победили на дизайн-конкурсе Light on Awards, вот только бороться с конкурентами им будет непросто. К примеру, система Survitek Zodiac ESS разворачивается вдвое быстрее всего за минуту и в некоторых версиях принимает на борт более ста человек. А плот Life Raft отлично встанет на суда более скромных размеров и без проблем выдержит 50 человек. Почему люди до сих пор используют мешки с песком для защиты от наводнений? Данный вопрос не дает покоя как минимум создателям Tube Barrier, ведь эта система намного практичнее мешков. Судите сами, Tube Barrier длиной 100 метров разворачивается командой из 4 человек всего за час. Высота барьера составляет 40 или 70 сантиметров. Укладывать Tube Barrier можно даже на брусчатку и грунт. Насосы и прочее оборудование, а также электричество не требуется. И, конечно, барьер многоразовый. Правда, Tube Barrier высотой 40 сантиметров стоит солидные 219 долларов за метр. Субтитры добавил DimaTorzok Не слишком-то жалуют мешки с песком и в компании FRA. Там делают защиту от наводнений по индивидуальным заказам и готовы спасти практически что угодно — от банкоматов до зданий со стеклянными фасадами. Для этого в FRA используют панели из материалов морского класса. В сравнении с аналогами конкурентов они намного легче — квадратный метр весит примерно 25 килограмм. От первых чертежей до готового продукта обычно проходит примерно 4 недели. А дополнительно в FRA предлагают защиту от ветра и града. Быстро и легко. Просто добавьте воды, пишут создатели Flatworks. Речь, конечно, не про растворимый напиток, а про очередной защитный барьер. В базовой версии он состоит из блоков длиной 1,2 метра. Их можно соединять и складывать друг на друга. Двухэтажный барьер порадует высотой в 30 сантиметров. В комплекте идет переходник для шланга, так что заполнить блоки водой очень просто. А благодаря хитрой конструкции заполненный водой барьер крайне стабилен и не сдвигается потоками воды. Один блок стоит 44 доллара. По статистике ООН только в европейском регионе каждый год тонут не менее 20 тысяч человек. Так что устройство вроде Kinji стоило бы продвигать как можно активнее. Ведь Kinji помещается на запястье, то есть не мешает заниматься, например, дайвингом, но при этом удерживает на поверхности воды человека весом до 127 килограмм. В дополнение к устройству прикреплены компас и свисток, а еще одно многоразовое. Достаточно поменять баллон с СО2. Стоит Kinji 80 долларов. Играет музыка. Завершает выпуск барьеры «Флатбрейк». Они с 2002 года спасают от воды жилые дома, предприятия и даже госучреждения. Именно «Флатбрейк» выбрали для улучшения защиты некоторых районов США, пострадавших от урагана Сэнди. Ключевой плюс «Флатбрейк» — умение работать в полностью автоматическом режиме. Причем без электричества, бензина и всего такого. Постепенно поднимать барьер будет прибывающая вода. При грамотной установке «Флатбрейк» служит 10 лет, а высота и ширина ограничены только бюджетом заказчика. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok